Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут у нас определится победитель. Всей нашей битвы. Но, знаете, вы уже показали себя очень сильными соперниками, практически равными бойцами. Я даже не знаю, как мы сегодня будем определять главного, но как-то придется. Ну что ж, пока лидирует Аня, у нее 45 фишек и чуть-чуть меньше, у Никиты 36 фишек. Ну что ж, я предлагаю, не теряя времени, приступить к первому испытанию сегодняшнего дня. Итак, я буду вам задавать вопрос, а ответ вам необходимо будет найти на доске. Аня, твоя слева, твоя Никита справа, на скорость принести мне. Каждый правильный ответ будет стоить не одну фишку, как раньше, а целых две. И плюс фишка тому, кто справится быстрее. Итак, я предлагаю начать. Под ногами у Сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь народ. Побежали. Что за дорожка такая? Быстрее на скорость! Никитка, это скорость, это финал, надо стараться быстро. Несешь правильный ответ. Ну, чуть-чуть медленнее, чем Аня. Ребята, что это? Зебра. Зебра, правильно, зебра. Так, за правильный и быстрый ответ, Аня, три фишки. И Никите за правильный ответ, две фишки. Держим. Слушаем внимательно. Следующее. Их видно повсюду. Их видно из окон. По улице движутся. Быстрым потоком. Они перевозят различные грузы. Кирпич и железо. Зерно и арбузы. Побежали. Быстрее. Молодцы. Одновременно. Что это у нас? Грузовик. Грузовик, правильно. Молодцы. Очень быстро ответили. Поэтому за скорость и за правильный ответ по три фишки. Держи, Никит. По И3. И твоим, Анюта, 3. Держим. Хоп. Следующая загадка. Здесь не катится автобус. Здесь трамваи не пройдут. Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут. Для машин и для трамвая путь-дорога есть другая. Побежали. Что за дорога такая? Никитка, ты что, невнимательно слушал мою загадку? Здесь машины не ходят. Здесь ходят пешеходы, а для машин есть другая дорога. О чем идет речь, Ань? О тротуаре. Тротуаре. Невнимательно послушаю. Но ничего, еще есть загадка, Никита. Ее возможность среагировать правильно. Держи, Анюта, три фишки твои. И последняя загадка. Командуя жезлом, он всех направляет. И всем перекрестком один управляет. Он словно волшебник. Машин-дрессировщик. А имя ему... Побежали. Быстрее. Ах, молодцы. Одновременно. Итак, сейчас хочу, чтобы вы четко мне произнесли профессию этого человека. Легурировщик. Еще раз. Легурировщик. Регурировщик. Не легурировщик, а регулировщик. Еще раз, Никита. Регулировщик. Молодец. И даю тебе за это три фишки. За правильный быстрый ответ. Как я обещала. Держи. Так, и Анечке. Три фишки. Молодцы. Быстренько считайте, только быстро. Сколько в первом конкурсе заработали? И пойдем дальше. Держим. Восемь. Отлично. Двенадцать. Так, восемь и двенадцать. Хорошо. Ребята, вы уже, наверное, догадались, что последняя наша загадка станет темой нашего сегодняшнего разговора. Это люди, чья профессия помогает избежать неприятностей на дороге. И сейчас мы послушаем, что об этих людях нам расскажет тетя Катя. Внимание. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. У вас дела. Нормально. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир дорожных правил. И сегодня мы узнаем победителя. Но пока рано делать выводы. Потому что я подготовила для вас последнее решающее испытание, за которое вы сможете заработать дополнительные фишки. Ребята, для регулирования движения применяются дорожные знаки, которые являются настоящими помощниками улицы и обеспечивают безопасность движения. Как пешеходов, так и водителей. Дорожных знаков очень много. Существует несколько групп дорожных знаков. Одни предупреждают, другие запрещают, а третьи предписывают. Сегодня я вам расскажу о самых простых запрещающих знаках. Итак, внимание. К запрещающим относятся круглые знаки красного цвета. Они запрещают водителю или пешеходу выполнять какое-либо действие. Вот поэтому их и называют запрещающими. Первый знак, с которым мы познакомимся, называется «Движение пешеходов запрещено». Если вы видите такой знак, то пешеходу, то есть вам, в этом месте дороги нет. Следующий знак называется «Движение запрещено». Этот знак запрещает движение транспорта на этом участке улицы и дороги. И последний знак, с которым мы познакомимся, это знак «Въезд запрещен». Взрослый его еще называет «кирпич». Данный знак запрещает въезд любых транспортных средств на дорогу или участок дороги в данном направлении. И исключения, ребят, здесь нет. Ребята, пройдет еще какое-то время, и вы станете взрослыми участниками движения. Возможно, даже захотите научиться водить автомобиль. Тогда вам придется узнать о правилах дорожного движения намного больше. А пока надо запомнить простые правила и знаки, которые сделают вашу жизнь проще, а самое главное – безопаснее. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и желаю победы в игре и безопасности в жизни. До того момента, как мы узнаем, кто станет победителем Никита, нам нужно еще пройти одно последнее испытание. И самое важное – это последняя, последняя возможность заработать фишки. Поэтому настройтесь и давайте-ка вплотную приблизимся к финалу. Каждый правильный ответ будет стоить две фишки. Ответы на мои вопросы. Ребята, дам подсказку. Все эти ответы вы знаете. На протяжении четырех дней игровых вы слышали их. И если вы были внимательны, слушали внимательную тетю Катю, то вы обязательно ответите на них. Итак, кто насчет первым отвечать на вопросы? Никита. Хорошо. Итак, у каждого из вас, ребята, я сейчас раздам вам карточки. По шесть карточек. Четыре из них правильные, а две неправильные. Я буду читать вам вопрос, а вам необходимо будет правильную карточку поднять вверх, чтобы я видела. Правильный ответ. Итак, Никита, раз ты вызвался быть первым, то первый вопрос для тебя. Кто контроль осуществляет, правила не нарушает, за движением следит, если надо, пожурит? Кто контроль осуществляет и правила никогда не нарушает? Дорожные знаки. Неправильный ответ. Аня, твой вариант. ГАИ. Правильно. Это госавтоинспекция. Ну как тебя может пожурить Никита дорожный знак? Никак. А вот работники госавтоинспекции могут действительно указать на наши ошибки. Хорошо, Ань, клади. Да, молодец. Значит, две фишки зарабатываешь ты у нас. Переходят они к тебе, поскольку ты ответила правильно. Итак, следующий вопрос, Ань, твой. Две дороги долго шли, и друг к дружке подошли. Ссориться не стали, пересеклись и дальше побежали. Что это за место? Всем нам интересно. Что у нас здесь? Продуктовый магазин? Дорожки пересекаются возле продуктового магазина обязательно? Ну, ты уже дала свой вариант. Мы дадим возможность Никите. Никита, у тебя есть вариант ответа? Вот, перекресток. Правильно, действительно, перекрестки пересекаются, дорожки. Вот они. И дальше побежали, ссориться не стали. Так что первый раз Никита отвечал, ты получила вместо него фишки, а теперь Никитке две фишки. Хорошо, ребят, слушайте, следующий вопрос. Да. Никита, тебе вопрос. Что это за магазин? Продается в нем бензин. Вот машина подъезжает, полный бак им заливает. Завелась и побежала, чтоб другая подъезжала. Заправочная станция. Правильно, молодец. Это действительно заправочная станция. Держи две фишки. Анюта, готовься слушать свой вопрос. На обочинах стоят, молча с нами говорят. Всем готовы помогать, только надо понимать. Правильно, дорожные знаки. Умничка. Большая молодец. Держи две фишки. Итак, ребята, все конкурсы сыграны, все загадки разгаданы. И нам остается посчитать, сколько сегодня, в четвертый игровой день, вам удалось заработать фишек. Будьте внимательны. Итак, фишки посчитали. Я хочу вам сказать, ребята, что по итогам четырех игровых дней победителем у нас становится, как вы думаете, кто? Аня, у нее 61 фишка. И второе почетное место в нелегкой борьбе занимает Никита. У тебя, Никит, 48 фишек. Ребят, я вас поздравляю. И хочу вручить вам наши призы, которые мы все честным трудом зарабатывали. Никита, это тебе. Держи. Поздравляю тебя. А это тебе, Анют. Поздравляю вас. И хочу сказать, ребята, что главное даже не вот эти подарки, которые я вам сейчас вручила, а те знания по безопасности жизнедеятельности, которые вы узнали. Потому что главное – это безопасность. Я вас поздравляю и прощаюсь. И жду встречи с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»